С января будущего года в Мариел вступит в силу новый 10-летний лесной план, который связан с проведением инвентаризации всех лесных ресурсов. Именно этим планом будет определяться ведение лесного хозяйства в республике. Впрочем, это задача на перспективу. А сегодня лесники живут в режиме ежедневного патрулирования лесов. Главная задача – предотвращение пожаров. Об этом и не только в интервью с министром природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Мариел Владимиром Шутовым. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. 2010 год. Помнит, наверное, каждый житель региона. Тогда в Мариел было очень много пожаров, сгорело очень много лесов. Скажите, какова ситуация с пожарами в этом году в республике? И есть ли какие-то предпосылки? У нас достаточно благополучная ситуация. Зарегистрировано всего 11 пожаров. 9 – это на землях лесного фонда и 2 у нас в национальном парке Мари-Чудра. Но площадь относительно небольшая, всего чуть более 3 гектаров, и ущерба практически нет. Для сравнения, на аналогичный период прошлого года, к сожалению, в республике выгорело уже 20 гектаров. Здесь, надо сказать, что и погода нам действительно помогает до сегодняшнего дня. И с одной стороны. С другой стороны, налажена достаточно эффективная система обнаружения лесных пожаров. Видеокамеры работают? Не только видеокамеры. Здесь можно говорить и о космическом мониторинге, и о авиалесопатрулировании, и видеокамерах. Как вы правильно сказали, это комплекс лесной дозор. И в том числе старый проверенный способ – это вышки, это наземное патрулирование. Их никто не отменял. И достаточно эффективно. 9 случаев – это человеческий фактор. И только 2 случая – это технические какие-то контакты, допустим, короткое замыкание и так далее. Очень большое внимание надо уделять профилактике. И мы это постоянно делаем, чтобы люди, которые посещают леса, вели себя очень бережно и не оставляли открытых источников огня. Уже ввели и закон против пальчиков, и штрафы. Скажите, вообще действенный он или нет? В любом случае, да, законодатель ужесточил ответственность за, как вы говорите, пальчиков. Это за несанкционированное сжигание травы, вот этих лесных остатков и так далее. Для юридических лиц штраф может достигать 1 миллиона рублей. Ответственность достаточно большая. Кстати, и предусмотрена также уголовная ответственность. И здесь вот как раз тот человеческий фактор, который, возможно, и способствует как раз большим лесным пожарам. И здесь наша задача не только выявлять, но и предупреждать. Потому что если огонь от пала сухой травы перейдет в лесной массив, это будет, конечно, много-много миллионный ущерб. И вообще это будет действительно катастрофа. И здесь надо нам всем быть очень внимательным. В Морел ведется активное лесовосстановление. Каков план на этот год? Сколько лесов будет восстановлено на территории? Ну, здесь надо сказать, что после 2010 года, где у нас пожаром было повреждено более 70 гектар, на сегодняшний день площадь не покрыта, осталось где-то 13 тысяч гектар. И здесь идет активная работа в этом направлении, потому что там идет естественное восстановление и способствует росту молодняка и так далее. По поводу лесовосстановления, где идет лесозготовка, здесь у нас давно в республике наметился баланс. Условно, сколько рубим, столько и сажаем. Ежегодно в республике идет подрубка около 3 тысяч гектар, и эти же около 3 тысяч гектар идет лесовосстановление. Тут как и прямая посадка, где-то полторы тысячи гектар, так и лесовосстановление, уход за молодняком. И поэтому здесь мы этот баланс придерживаемся. Добровольные пожарные дружины в Вене новые. Скажите, кто участвует в дружинах? Может быть, люди каких профессий, каких возрастов активно? Здесь надо, наверное, отметить, что борьба с огнем – дело очень сложное, очень важное. И поэтому в первую очередь здесь работают, конечно, профессионалы. У нас есть специализированное предприятие «Авиавересоохрана», которое предназначено для борьбы с пожарами. У этого предприятия есть вся необходимая и техника, и обычные люди, специалисты. Но добровольцев, конечно, мы привлекаем. Тут необходимо сказать, что, как вы знаете, у нас практически все леса находятся в аренде. И арендаторы также имеют противопожарные свои формирования, соответствующие комплектации, соответствующие техникой. Но в случае, не дай бог, время Че, не дай бог пожара, то, конечно, к тушению пожара будут привлечены все силы и средства, в том числе и добровольцы. Сотрудники лесничества, все сотрудники арендаторов. Как раз их можно будет уже рассматривать как именно добровольные пожарные дружины. Но они будут оказывать вспомогательную помощь. Непосредственно борьбу с огнем будут вести профессионалы. Владимир Александрович, спасибо за беседу. Пожалуйста.